МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С обзором основных событий этого дня в студии Ирина Нижалова. На Ринмар с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Цель рабочей поездки – мониторинг реализации майских указов президента, выполнение поручений и стратегических инициатив главы государства на территорию округа. В рамках своего визита полпредпрезидента провел ряд встреч и посетил социальные объекты. Это первый ознакомительный визит Александра Беглова в столицу региона. В должности полномочного представителя президента России в СЗФО он с декабря 2017 года, сменив на этом посту Николая Цуканова. Сразу из аэропорта полпредпрезидента и глава региона Александр Цибульский отправились на Аллею Славы, чтобы возложить цветы к памятникам героям. Затем в администрацию округа в ходе личной встречи стороны обсудили исполнение майских указов главы государства на территории региона. Майские указы определяют качество жизни населения, абсолютно всех слоев населения. Исполнительная законодательная власть на местах должна их исполнять. Тем более не просто так исполнять, а под эти указы президент поручил правительству выделить средства. И практически каждый указ, он софинансируется с федерального центра. Эта система управления должна быть развита в любом регионе и должна хорошо и рачительно исполняться. Как отметил в ходе личной встречи с полпредом глава региона Александр Цибульский, в этой работе по итогам 2017 года есть некоторые недостатки. В частности, это касается заработной платы врачей и младшего медицинского персонала. Здесь показатели не достигнуты примерно на 5%. Причиной невыполнения указа стал уровень зарплаты в учреждениях федерального подчинения. Кроме того, на 0,3% недобрал округ в прошлом году по средней заработной плате работников культуры. За январь эту ситуацию уже исправили. Внесли соответствующие корректировки в региональный бюджет и в процесс финансирования учреждений, отметил Александр Цибульский. Полномочный представитель президента подчеркнул необходимое строительство в регионе противотуберкулезного диспансера как одного из приоритетных объектов социальной инфраструктуры. Мы рассматривали вопросы дороги. Мы рассматривали вопросы строительства ФАПов необходимых. Мы говорили о том, что не решена проблема с детьми, сиротами. Ее нужно решать. 10 судебных исков, которые нужно просто-напросто обеспечить детей уже по судебным решениям, а даже не по праву. И ряд других вопросов. Но самое главное, что есть движение вперед, есть неплохие наработки, на мой взгляд. И я думаю, что эти вопросы будут решаться. Самое главное, народу нужно говорить правду, да, не обманывать и показывать эффективность работы. Среди достижений в работе региональной власти Александр Беглов отметил рост объемов инвестиций в основной капитал, снижение индекса потребительских цен, рост объемов строительства, исполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в рамках исполнения соответствующих поручений главы государства, а также ход реализации федеральной программы формирования комфортной городской среды. В рамках рабочего визита в столицу региона Александр Беглов посетил родильное отделение Ненинской окружной больницы. Главврач Андрей Дедов рассказал полномочному представителю президента о работе санитарной авиации и телемедицины. В режиме онлайн не всегда хорошо, нужно честно сказать, потому что качество интернета не всегда позволяет вести качественную онлайн-трансляцию. В режиме оффлайн консультация происходит достаточно систематически, ну, так будем говорить, в зависимости от активности медицинских работников. В санавиации у нас осуществляется порядка от 250 до 300 вылетов в год в среднем, получается. Я имею в виду внутренние по округу. В санавиации мы тесно контактируем с Архангельской областной клинической больницей, с Республикой Коми. Иногда рожают где-то в тундре в районе Усть-Кары-Каратайки, до Воркуты там ближе. Иногда коллеги из Республики Коми летят туда на вылет, потому что там ближе и эффективнее. Как правило, это кочующее население. Полпредпрезидент осмотрел палаты родильного отделения, в том числе интенсивная терапия, смотровые приемного покоя, родильный зал. И положительно оценил оснащенность и условия оказания помощи в этом подразделении больницы. Отмечу, что значительная часть оборудования для родильного отделения была приобретена при поддержке из федерального бюджета в рамках национального проекта «Здоровье». Все укомплектовано очень хорошо, оборудование современное достаточно. Покупалась в программе модернизации. Она дала возможность учреждениям набрать оборудование и необходимые технологии. Сейчас на личном контроле главы региона Александра Цибульского находится подготовка заявки на президентский грант для приобретения томографа в Ненецкую окружную больницу. После получения всех необходимых заключений пакет документов будет направлен в администрацию президента России. Еще одно учреждение, которое посетил в рамках своего рабочего визита в Наринмар Александра Беглов, стала детская школа искусств. Сегодня она объединяет два подразделения – Наринмарская и Искательская. В школе обучается 712 детей. Из них на дополнительных предпрофессиональных программах порядка 280 человек. В школе работают 54 преподавателя. Стоит отметить, что 85% наших преподавателей – это выпускники родной музыкальной школы. Их уложили. То есть мы все после окончания вернулись в одну школу. Любовь, которую нам привели, она осталась в наших сердцах. И я вернулась тоже. В рамках визита полпреду президента также была продемонстрирована уникальная звукопоглощающая система, которая позволяет изолировать музыкальные классы школы друг от друга. По словам директора ДШИ из числа школы искусств Северо-Запада, такое оборудование есть только в Наринмаре. Школа смогла установить его при поддержке окружных властей и недропользователей в рамках их сотрудничества. Руководитель школы искусств Ирина Пудовкина также отметила, что учащиеся школы являются лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Некоторые из них в день визита полпреда приготовили творческие подарки гостям – музыкальные номера и картины. В завершении визита в столицу региона полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе и глава региона встретились с лидерами общественных организаций и национальных объединений Нинецкого округа. В неформальной обстановке участники встречи обсудили реализацию государственной политики по развитию гражданского общества в регионе и в стране. Ирина Нижалова, Антон Водряков, Сергей Качегов, Телеканал «Север». Президент бизнес-школы Сколково проведет для жителей округа мастер-классы, лекцию о важности личной эффективности, о работе с собой и внешним миром. Андрей Шаронов приглашен в Нинецкий округ главой региона Александром Цибульским. Предполагается, что участниками лекции смогут стать порядка 700 жителей региона, прошедших онлайн-регистрацию. Как сообщают источники, уже принимавшие участие в мастер-классах Андрея Шаронова, его лекции не касаются напрямую тему бизнеса или даже менеджмента в прямом смысле слова. Они, как правило, посвящены обучению в течение всей жизни. Андрей Шаронов присоединился к команде Московской школы управления Сколково в сентябре 2013 года, оставив пост вице-мэра в правительстве Москвы по вопросам экономической политики. С 2013 до 2016 года являлся ректором школы, а в сентябре 2016 назначен ее президентом. Награжден Орденом почета, благодарностями президента Российской Федерации, является заслуженным экономистом Российской Федерации. Лекция Шаронова «Я-2.0. О важности трансформации каждого из нас» пройдет в Большом зале ДК «Арктика» во вторник, 20 февраля в 18.00. Предполагается, что мероприятие продлится около двух часов. Пройти онлайн-регистрацию можно на сайте nao24.ru. Тельвиско стало еще ближе. Сегодня в полдень подрядчик вел в строй долгожданный зимний участок дороги в этот населенный пункт. Подробности в репортаже Тимофея Жукова. Решение о строительстве зимника на Рианмар-Тельвиско принято в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Движение автомобилей по Печоре, впрочем, как и по другим рекам России, в зимний период теперь запрещено. Исключение – лишь для снегоходов и спецтехники. Минувшей зимой жители села по этой причине не раз имели проблемы с законом. Сейчас ситуацию исправили за счет средств окружного бюджета. Дорога, конечно, долгожданная у нас. Многие ожидали этой дороги. В общем-то, мы ее ждали всегда, сколько я себя помню. Инциденты у нас, пока не было дороги, были, конечно. Когда мы двигались по реке, потому что другого выхода у нас нет. В такой ситуации находятся все жители, не только жители телесрочного сельского совета, но и гости. Ну, а с введением в эксплуатацию зимника, я думаю, эта ситуация исправится. И ждали мы ее с нетерпением, повторюсь. Если бы еще нам сделали эту дорогу и на следующие, и в последующие годы, я думаю, мы будем только благодарны. Подрядчик, окружной предприниматель, не подвел. Зимник построен по всем дорожным канонам – с заливкой трассы и ее вешкованием. Дорога обошлась округу почти в 3 миллиона рублей. Но она того стоила. Строительство зимника началось сначала с 29 января, с подписания контракта, и вот по сегодняшний день. С 29 января мы приступили к заливке ледовой переправы. На тот момент, когда мы приступали к ледовой переправе, было 15 сантиметров всего. То есть приходилось искусственно намораживать помпами ледовую переправу. Данная зимник состоит из 5,5 километров. Также на зимнике находится ледовая переправа через реку Казенная Виска протяженностью 120 метров и грузоподъемностью до 20 тонн. Данная дорога соответствует всем требованиям третьей категории зимников и соответствует всем ГОСТам. Протяженность дороги с учетом переправы через протоку Казенная Виска составит почти 6 километров. Ширина полотна по условиям контракта 9 метров. По замыслу строителей, зимняя дорога сможет выручать телевещан и жителей столицы округа вплоть до конца апреля. Культурная столица Нао, село Телевска, обрело, наконец, долгожданный, а главное, легальный путь в Нарьянмар. Пятикилометровый участок дороги позволит, не нарушая закона, добираться до окружной столицы каждому жителю села Телевска. Тимофей Жуков, Леонид Шишелов, Телеканал Север. В Неси построят детский сад из блочно-модульных конструкций. По информации централизованного стройзаказчика, в эти дни подрядная организация ведет устранение замечаний ГОСТР и жилнадзора в проектной документации на строительство объекта. Торги на определение подрядчика проведут после получения всех необходимых заключений по проекту. Планируется, что строительство сада начнется уже в этом году. Как пояснили в казенном учреждении, в селе Неси будет построено одноэтажное здание детского сада из блочно-модульных конструкций общей площадью не менее 1400 квадратных метров. В прошлом году для строительства детского сада был выделен земельный участок. В настоящее время детский сад в селе Неси располагается в двух зданиях 1962 и 1935 годах постройки, выполненных в деревянном исполнении. В мае 2015 года централизованный стройзаказчик провел обследование зданий детского сада, по результатам которого состояние обеих построек признано недопустимым. Масленичная неделя завершилась народным гулянием. Кульминацией праздника по традиции стало сжигание соломенной куклы. Оно символизирует прощание с масленицей и воскрешение весны. Весело и с размахом отгуляли на Ринмарце широкую масленицу. Народные гуляния традиционно развернулись на центральной площади города. Организаторы порадовали гостей праздника разнообразными конкурсами. Кульминацией праздника стало сжигание чучела масленицы. Масленица – один из самых веселых и долгожданных праздников в году. Отмечают ее семь дней. В это время принято веселиться, ходить в гости, устраивать гуляния. На Ринмаре традиционно масленичный разгуляй развернулся на площади Марацей. Каждый год мы увеличиваем количество игровых площадок, интерактивных площадок, чтобы людям было интереснее, веселее проводить этот день. Многие конкурсы имеют вековую историю, например, масленичный столб. В древние времена залезть на него обозначало пройти посвящение, обрести мужскую силу. Покорявший столб человек возрождался к новой жизни. Николай Ордеев, например, делает это во второй раз. 20 лет назад на него залезал один раз. Сейчас попробовал снова. Условия конкурса, простые ограничения нет. Желающих много, говорят организаторы. Вот только сноровки добраться до заветной ленточки хватает далеко не всем. Много было желающих, но не у всех получалось. Но бывали крепкие ребята, которые моментально заползали и срывали. Впрочем, развлечений сегодня на площади предостаточно на любой вкус и возраст. Для тех, кто помладше, работает площадка с русскими народными забавами. Ребятки подходят. Я набираю команды, это командная эстафета, и они играют. 9-летний Артем Галимов с удовольствием проходит все конкурсы. Праздник масленицы мальчик любит и ждет с нетерпением, когда ему разрешат самостоятельно печь блины. Даже рецепт уже выучил. А в ярмарочном домике рядом со сценой блины с пылу с жару от руководителей департаментов и управления администрации Ненецкого округа. Слава Богу, ингредиенты нам уже дали, то нам гораздо легче. Поэтому любой процесс требует внимания и концентрации, поэтому есть сложности. А первый блин у вас не учился? Нет, потому что у меня были хорошие помощники. Для многих гостей праздника получить блин из рук первых лиц округа – неожиданность. Не знаю даже. Ребенок просто захотел на улице горячих блинов, а не могу даже сказать, чей. Просто блинчик на улице. На улице, как правило, всегда вкуснее. Алексей Лапин тоже был приятно удивлен и сразу же решил попробовать кулинарное мастерство руководителей. Тем более сам он толк в блинах знает. Пробовали блины с капустой. Не то, что там начинка капусты, а то, что капусту отвариваешь, в тесто ложишь и запекаешь уже блины с капустой. Очень вкусная. Кульминация праздника – ритуальное уничтожение соломенной куклы. Оно символизирует прощание с Масленицей и воскрешение весны ее силы. Ольга Русул, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Ну а после Масленицы у православных христиан наступило время поста. Великий пост самый длительный и строгий в году. Вместе со Страстной Седмицей он продлится 49 дней и завершится главным христианским праздником – Пасхой – днем Воскресения Христова 8 апреля. Сегодня чистый понедельник. В этот день верующим нужно полностью воздержаться от пищи и употреблять только воду. Церковь официально дает послабление в соблюдение поста больным, тяжелоработающим, путешествующим. Для них действует разрешение на молоко. А при некоторых болезнях – даже на мясо или мясные бульоны. За таким разрешением можно обратиться к священнику. Необходимо помнить, что Великий пост – это не диета. Главный смысл ограничений – очищение души от грехов. Самое важное – в периоды постов не просто есть строго определенную постную еду, но заботиться о чистоте души, не держать на людей зла и совершать благие поступки. Пост есть в хорошем, в лучшем смысле принуждение себя к добру, чтобы мы получили навык добротворения, чтобы мы через это обрели путь к тому, чтобы это стало нашей второй натурой, чтобы нам хотелось сделать добро, чтобы мы вкусили, как благ Господь, если мы творим добрые дела. А если они подтверждаются и укрепляются молитвой, обращением к Богу, они становятся обретающими неприходящую ценность. Только когда мы отдаем, мы по-настоящему получаем радость и становимся счастливыми. Это все новости к этому часу. Далее смотрите прогноз погоды. Субтитры создавал DimaTorzok